Один человек говорит, да нет, я хочу вот так вот, и все это, решение всех остальных меня не интересует, вот я хочу так жить. На общем собрании вновь поднимают старую проблему. В 2015-м во дворах на улице Запорожской ремонтировали дороги. Жители попросили сделать места для парковки. Указали на газоны, там и так давно ставят машины. Вставал вопрос, вот эти машины, которые у нас много лет припарковывают именно на эти места, как же это будет выглядеть потом после ремонта, когда поднимут бордюр вот на такую стаду, которая положена. Ну, здесь как бы собрались, посоветовались, что занизить эти бордюры для того, чтобы так же люди парковали. Рабочие занизили бордюры, сделали насыпь. Проблемы начались только через год. В дом номер 37 въехал один гражданин, и ему не нравится, что на бордюры заезжают автомобили. Подъезжают жильцы дома и ставят автомобиль там. Вот он написал в результате этого обращения в администрацию. Проигнорировать такое обращение городские власти не имеют права. Начали разбираться, собрали мнения жителей. Большинство за парковку, ведь иначе девать машину просто некуда. Но тем не менее, вот работа продолжается. Гражданин пишет, ну вот, подъезжайте, разбирайтесь постоянно. Сегодня общее собрание жильцов должно было поставить точку в этом конфликте. Но сам виновник разногласий не пришел. Хотя объявление о встрече висит около подъезда. Как говорят соседи, пенсионер уехал на дачу. В департаменте городского хозяйства объясняют, в такой ситуации один в поле не воин. Учитывается мнение большинства. Решение принимается по большинству голосов собственников жилья на основании общего собрания собственников жилья. В итоге все формальности учли. Протокол собрания есть. Принято общее решение. Все участники поставили свои подписи. Парковком в этом дворе быть. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.